меня хорошо слышно итак добрый день еще раз благодарю за внимание в первую очередь потому что вы нашли время подключиться и так сегодняшняя тема это инновационная технология сопровождения ребенка испытывающие трудности при обучении и сегодня веду его я с ибрагимов бульдар фанисы на кандидат педагогических наук доцент кафедры теории методик начального образования федерального государства образовательного учреждения башкирского государства педагогического университета именем ифтахидина полы как и ранее было проговорено презентация доступна для скачин ну давайте разбираться и так что же такое как и мы понимаем непосредственно инновационные технологии какие бывают инновационные технологии какие бывают дети испытывающие трудности в обучении все это раскроется в рамках сегодняшнего вебинара и так вы видите сейчас на экране хотела бы еще раз показать вам на слайде непосредственно qr-код обратите внимание он внизу на экране расположен где вы можете увидеть на сайте распоряжение министерства освещения российской федерации а 28 декабря 2020 года об утверждении методических рекомендаций по системе функционирования именно психологических служб в общеобразовательных организациях что же они включают первую очередь понятие как раз таки что дети испытывают трудности в обучении а именно в рамках классификации целевых групп детей разделяются кроме нормы типичных дети испытывающие трудности в обучении и конечно же категории детей нуждающиеся в особом внимание связи с высоким риском уязвимости но сегодня наша тема связана только с детьми испытывающие трудности в обучение казалось бы трудности в обучении какие могут быть в первую очередь в голове у нас возникает что ребенок испытывает трудности из из-за дезадаптации то есть есть понятие дезадаптации которая легко описывается что ребенок комфортно себя не ощущает в образовательной сфере да ему очень тяжело коммуницировать осваивать например а учебные задачи и так далее вот согласно данному распоряжению а здесь описывается что трудности разделяется на три группы это трудности сфере освоения универсальных учебных действий и трудности коммуникативной сфере то есть проблемы в общении со сверстниками а также с учителем трудности сфере социальной адаптации возрастном плане сфере освоения универсальных учебных действий требуется обратить внимание на ряд аспектов развития мы с вами понимаем что ребенок отличается младше школьного возраста например от возраста до школьного да и конечно же особенности в освоении тех или иных практических задач имеет абсолютно разные подходы и здесь в первую очередь хотелось бы подчеркнуть что конечно же когда мы говорим с вами про мотивацию а давайте вспомним какие методики мы можем применить до при анализе мотивации конечно в первую очередь мы должны с вами понимать что мотивация есть внешние и внутренние если например ребенок отвечает на вопрос почему ты ходишь школу потому что мне мама например там не знаю подарки дарит да или допустим я коплю таким образом деньги на отдых а может быть на новый велосипед либо какой-то гаджет то нужно задуматься что внешний мотиватор играет роль в развитии данного ребенка а тут же возникает следующий вопрос надолго ли то есть насколько ребенок сможет быть удержан во внимание учителя и родители в первую очередь которые его снабжает какими-то внешними факторами так скажем как еще мы иногда говорим плюшечка различного рода и вот в учебной мотивации когда мы понимаем что у ребенка к сожалению не развита мотивация это связано и с возрастом есть дети которые идут слишком рано в школу ну вот родители например решили что ребенку нужно отдать уже в первый класс а хотя ребенку только исполнилось 6 лет или например вообще еще нет шести вот они решили что он вот особенный он одаренный он не будут они будут якобы отставать от своих сверстников да возможно в познании он не будет отставать а однако понятие того что у него внутренние ощущения дискомфорта возникает из-за природного как раз таки дара например да работать не не покладая рук а ведь первоклассники они тоже непосредственно большую часть времени над собой работают себя контролирует в первую очередь и здесь вы видите что неразвитость познавательных интересов преобладание социальных внешних мотивов учения несформированность внутренней позиции школьника является одним из основных факторов по как раз таки развитию трудности в обучении безусловно обратите внимание что выполнение учебных действий непонимание условий заданий потери цели учебной задачи а также неуверенность правильности выполнения учебного задания также влияет на развитие ребенка конечно когда мы с вами говорим как вот например родитель да либо законный представитель в том числе и педагог вот ребенок неусидчивый он наверное испытывает какие-то там познавательные процессы негармонично развитые порой гиперактивность да она конечно же влияет на то что ребенок может не усвоить материал как положено ну условно говоря вы объясняете тему или например ведете режимный момент в ходе занятия а ребенок у вас постоянно отвлекается на соседа по парте либо вообще в целом сам себе нашел занятие конечно же и медлительность как и гиперактивность влияет на развитие ребенка то есть на его как раз таки освоение учебных процессов ведь мы с вами знаем что понятие как раз таки неумение соотносить цели с средствами выполнения задачи тоже имеет место быть ну например допустим ребенок выполнил задание согласно цели проектной деятельности ну например ему нужно было узнать это просто опять же из личного опыта что в классе в одном из классов было дано задание узнать как раз таки и предоставить проект по теме маршала жукова да и вы знаете когда есть момент того что ребенок выступил в контексте проектной деятельности рассказал сколько было ли вообще у него дети или его ли дети если у него жены или нет ли у него жен обратите внимание ребенок был третьего класса и когда цель была не сопоставлена задачи и средствами изложения информации конечно же педагог сделал недоумевающий вид и спросил а кто ему помогал выполнить это задание на что ребенок ответил родители мы с родителем вместе искали эту интересную информацию мама с папой сказали что это будет интересно узнать конечно когда ребенок интересуется такими подробностями знаменитых так скажем личностях в возрасте допустим там 6 7 класса либо старше это еще как-то даже понимается а когда ребенок посредством родителя до узнает такие интересные казалось бы подробности нужно конечно же себе в первую очередь как взрослому отдавать отчет о чем вы пишете да так как я имею большой опыт сотрудничества со студентами которые идут на практику школу потом интересные истории такие возникают что порой диву даешься как же наши дети обучаются каким образом нам учителям нужно реагировать на такие работы и вот как раз таки это показатель того что неправильно цель и средства выполнения учебного действия сопоставлены конечно примеры такого рода могут быть разные и все же все же есть и понятие коммуникативная сфера да и мы знаем с вами что в коммуникативной сфере важно обращать внимание на следующее то есть на то как он может слышать как он может услышать здесь понятие слышать это не только чисто в прямом значении да то есть насколько он сможет услышать и включиться в совместную учебную деятельность конечно организуемую педагога возможно у ребенка будут ограничения по состоянию здоровья да или например возможно у него не такой богатый опыт по представлению окружающего мира и все это конечно же будет влиять влиять на дефицит дефицит на дефицит который также сказывается на предмет коммуникации обратите внимание что общение и взаимодействие со сверстниками также является одной из основных как раз таки базисных элементов которые влияют на трудности в обучении трудности выстраивания коммуникации со сверстниками заключается в первую очередь том что возникает изолированность мы многие с вами знаем что в группе часто дети проявляют свои например то лидерские позиции либо например есть дети которые изолированы как еще иногда их называют как вот белые вороны да и существует как раз таки понятие также детей звездочек скрытых лидеров и конечно же нам как педагогам необходимо выявить и разрешить данную ситуацию несформированность коммуникативных навыков вот это как раз таки неуверенность она и проявляется в том что дети не находят себе друзей и им тяжело определиться кто является его другом тяжело рассказать о себе как о личности обосновать аргументировать и в первую очередь здесь конечно же возникает ощущение что ребенок не такой но вот он например почему он так себя ведет да он замкнутый часто такие дети отсиживаются одни на парте даже на перемене редко коммуницируют со своими одноклассниками и также хотелось бы с вами поделиться следующей информацией что в сфере социальной адаптации требуется обратить внимание на следующие аспекты такие как психоэмоциональное неблагополучие то есть тревожность у ребенка вызывается до страх перед школой быстрая утомляемость конечно мы понимаем с вами что тревожность может быть вызвана например гипер опекой родителей или законных представителей до том числе тревожность может быть вызвана тем что учитель для него является таким тревожным сигналом часто мы это видим в рисуночных методиках когда ребенка просят нарисовать школу либо семью да наверняка слышали ведь там принцип заключается в том что ребенок через рисунок через элементы этого рисунка демонстрирует свои внутренние ощущения отношения то есть мы если мы замечаем с вами сильный нажим даже элементарно при письме если мы замечаем с вами острые допустим детали или допустим вы видите что ребенок себя изолирует от школы или на при от учителя то естественно это сигнал о том что ребенок испытывает страх испытывает страх перед этим объектом в данном случае например перед школой быстро утомляемость многие детки которые к сожалению пошли в школу по каким-либо причинам рано они утомляются лишь от того что физиологически не готовы высиживать определенное количество времени в школе им хочется подвигаться и мы с вами знаем что смена деятельности является основной для того чтобы дети младшего школьного возраста и в том числе дошкольного возраста могли себя как раз таки ощутить и здесь важно понимать какова будет смена деятельности то ли вы приведете это в парной работе то ли например индивидуально а может быть целой группой и здесь конечно прослеживается следующий момент когда ребенок чувствует дезадаптацию до конечно же проявляется и отклонение от школьных норм то есть идет проблемное поведение он может часто допустим хулиганить не выполнять требования учителя возражать проявляет свое негодование негативные отношения и ведь самое интересное что данное поведение проявляется и у детей дошкольного возраста наверняка замечали когда из целого как раз таки целой группы детей пару человек обязательно будут вам поперек что-либо например говорить не от того что они хотят узнать да есть ведь еще понятие почему чик еще так говорят воспитатель до который постоянно задают вопросы а есть та категория детей которые специально задают вопросы чтобы просто поперечь либо просто не выполнять те или иные действия и конечно основные причины здесь отсутствие коммуникативных навыков общения и вот здесь наша задача заключается в том чтобы мы научили ребенка общаться то есть каким образом действовать ребенку дошкольного возраста младшего школьного возраста вспомним когда малыш например сталкивается на игровой площадке с кем-то из совсем незнакомых ему людей до ребенка такого же возраста но у него есть какая-то интересная игрушка что чаще всего ребенок говорит он подходит к нему и спрашивает да давай дружить или например как тебя зовут давай дружить а у тебя красивая машинка можно мне или например задается вопросом но маме то есть он уже очерчивать как раз таки круг чего в первую очередь испытывает тревогу что возможно коммуникация у него не получится и он спрашивает разрешение у матери чаще всего же мама гуляет детьми но конечно бывает что и различные ситуации но все-таки у взрослого до у взрослого у родители спрашивает разрешение можно ли подойти к этому ребенку но давайте опять же вспомним такую ситуацию наверняка вы тоже наблюдали такое иногда родители ли законный представитель диктует вот с этим ребенком не играй он такой секой я его родители знают и знаешь у него там допустим не из благополучной семьи что он тебе хорошего даст или например это там например ребенок часто бегает вот ты тоже с ним будешь бегать упадешь потом что мы будем делать то есть взрослый уже ограничивает ребенка в коммуникации у ребенка возникает внутренняя тревога того что а вдруг я неправильно сделаю ведь мой авторитетный взрослый говорит что вот с этим игрой а с этим нельзя играть а потом мы задумываемся почему например у ребенка не проявляется самостоятельность и здесь для примера дается как раз таки документ по работе с детьми с младше младшего школьного возраста испытывающие трудности при изучении учебных предметов по каждому предмету дается отдельно рекомендации вы можете в том числе найти его в интернет источниках обратите внимание внизу на слайде есть ссылка на источник характеристика успешности субъекта учения то есть младшего школьника в чем заключается конечно же постоянстве то есть когда постоянно ребенок выполняет предложенные учебные задачи он считается успешным давить если например у ребенка проявляется творчество инициативность а также демонстрация своих знаний в первую очередь здесь возникает желание у учителя похвалить такого ребенка давить то есть ребенок старается стремиться к знаниям в том числе и родитель горд за то что его ребенок занимается ну отлично но иногда получает там например хорошие отметки такого рода как 4 допустим но все же обратите внимание что характеристика успешности заключается в том что идет и повышение самооценки то есть повышение самооценки и самоуважение а также ситуативное достоинство является важным элементом обратите внимание когда ребенок младшего школьного возраста переживает например положительные эмоции либо допустим состояние радости до первую очередь той же самой пятерки дневнике там в тетради написал учитель молодец а родитель дома похвалил потом они сели вместе пить чай и обсуждали как ему удалось получить эту пятерку прекрасно же а давайте дошкольном возрасте вспомним ребенок пришел из детского сада вы встретили его как родитель или например как воспитатель когда утром вы забираете детишек группу ребенок с радостью рассказывать что происходило у него в семье правда же чаще всего выкладывают все что нужно и не нужно иногда иногда взрослый делает вид что слышит его да но не слушает и конечно же многие детки они очень хорошо чувствуют это потому что дети они настолько проницательны что понимают как взрослый делает вид и и следующий документ который также представлен для вашего внимания обратите пожалуйста ваш взор на слайд в первую очередь необходимо понимать успешность ребенка в начале учебного года и в конце как ребенок ощущает себя насколько он готов к самообразованию то есть да когда вы видите например в подготовительной группе либо старшей группе до детского сада что ребенок допустим чаще всего играет например в школу либо допустим играет с куклами а может быть наоборот резвиться прыгать с места на место или например там скакалкой балуется обратите внимание даже на игры они тоже подсказывают насколько ребенок готов к следующей ступени насколько ребенок готов к изучению учебного материала элементарно вы читаете сказку например там колобок и в какой-то момент остановитесь а потом спросите у детей желают ли они услышать продолжение да то есть вот есть выбор либо читать сказку дальше или например остановиться и потом например поиграть а после игры вернуться снова согласно методике как раз таки данная психологическая методика предлагается для того чтобы определить мотивацию ребенка если ребенок выбирать игру а потом книжку то это означает что у него еще не созрела учебная мотивация то есть он еще не готов к познанию учебного материала да если же наоборот у ребенка есть интерес к познанию он вам возможно ответ на давай дочитаем а потом поиграем что-то в этом роде будет обратите на это внимание и также хотелось бы прокомментировать что конечно же в зоне внимания учителя и и зоны внимания учителя выпадает определенные категории детей точно так же как и наступение дошкольного образования почему потому что когда ребенок просите за выражение хулиганин да постоянно шкодничает конечно он во внимание любого как и соседа по партии так и воспитателя детского сада даже может быть заведующего детского сада а может быть и учителя и в том числе родители законного представителя и вторая категория детей которые также находятся всегда в зоне внимания взрослого до педагога так скажем родители законного представить это успешные то есть дети которые всегда выполняют они участвуют например там гагаринских олимпиадах там различным категориям да или например там в конкурсе участвуют там чтецов или например проявляют свои способности во время утренника а еще до школе себя проявляет прекрасно такие дети конечно же находятся во внимание а вот дети которые ситуативно успешны они выпадают из зоны внимания то есть да я сегодня подготовился я смог а потом я испытываю трудности в обучении и вот здесь вот причины неуспешность они же могут быть разные это не только неблагополучная семья и не только индивидуальные особенности психической деятельности ребенка но не дано ему так быстро посчитать например как соседу по парте возможно он прекрасно рисует но считать ему трудно то есть мыслительные операции логические да где нужно быстро быстро посчитать ему трудно дается и поэтому даже кстати говоря есть понятие же ментальной арифметики она тоже не для всех то есть есть дети которые легко это осваивать а есть дети которым сложно и вот здесь также исполнилась ситуация например со скорочтением когда тоже дети не все с легкостью могут например быстро понять текст а кому-то это дается довольно легко и обратите внимание что психолога педагогической литературе дается следующее определение понятий как раз таки по успеха до ситуации успеха что это значит мы с вами прекрасно понимаем но обратите внимание на видео очень буду рада если все таки в это видео посмотрите это видео о том как дети чувствуют а те или иные слова со стороны взрослых там дается видеоролики зарисовки детей в роли как раз таки детей одних из родителей и в конце дается как можно было бы очертить эти слова ведь любая ситуация успеха она позволяет решить трудность разрешить и вдохновить ребенка на как раз таки достижение образовательных результатов а ведь мы же с вами знаем что образовательные результаты согласно в гос начального общего образования заключается в триаде личностными предметные и если мы говорим о личностных результатах то согласно обновленному федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования до а 31 мая 2021 года так направлениями воспитания связаны если мы говорим понять универсальные учебные действия которые прослеживаются как предыдущие версии стандарта таки сейчас то конечно же безусловно умение учиться заключается в том что ребенок должен буквально уметь проявлять себя в урочной в неурочной воспитательной деятельности и положительно самое важное положительно и вот психологи понимают под успех под словом успех положительные эмоции то есть чувство удовлетворения от достигнутого если ребенок чаще и чаще будет будет испытывать удовлетворение от достигнутого конечно же он трудности которые связаны с коммуникацией социальной адаптации достижение универсальных учебных действий он постепенно их ликвидирует а в этом кто поможет конечно же мы уважаемые взрослые которые являемся либо родителем для него или законопредставитель или педагогом и далее дается типология успеха констатирующий успех то есть уловить момент и констатировать что да я всегда знала что ты можешь умница молодец или например предвосхищенный успех успех ожидаемый планируемый специально создаваемый то есть вы когда создаете для того чтобы ребенок все-таки проявил свою успешность разделенный успех ну например в классе кто-то из детей победил в конкурсе ну например давайте возьмем вот скоро буквально завершается практически во всех субъектах российской федерации конкурсы посвященные ко дню победы ну например кто-то из детей выиграл первое место либо целый класс почему бы этот успех не разделить а также обратите внимание есть момент того что как можно развивать непосредственно создание успеха каким образом мотивацию по достижению успеха развивать потому что дети порой идя пройдя допустим ступень дошкольного образования очень тревожиться к следующей ступени лишь потому что они не знают что такое школа казалось бы есть подготовишь к и можно на подготовишь к пройти но давайте представим ситуацию но не ходил он подготовительную группу или например переехал поменялась прописка а значит и школу и естественно у него возникает опять же это тревога и такого рода примеры это например допустим эмоциональное поглаживание либо коллективная похвала или например когда вы даете шанс раскрыть свои потенциальные возможности все это предполагает что у ребенка есть внутренние как раз и ощущение успеха и далее приводится несколько примеров задание смотрите пожалуйста на слайде они даются вам для того чтобы вы понимали как можно организовать допустим деятельность по поддержанию как раз таки коммуникации это задание можно выполнить индивидуально а можно выполнить и в парной работе когда дети изучая инструкцию а дана в данном данном учебнике специально для того чтобы ребенок понял как заполнить таблицу посмотрите здесь дается описание что у насти есть друзья но каждый друг из определенной страны да и вы видите по тексту что какие-то гости его друзья да ее друзья описываются прямо с конкретной какой страны а какие-то даются в описании как раз таки элементами то есть идет недостаточная информация открытого типа да все более и более необходимую ребенку проанализировать и после того как он проанализирует этот текст он с легкостью может заполнить что оказывается арнелла такеша лайма арсен мамец софико настя имеет много общего и это много общее связано с их блюдо если вам будет интересно попробуйте порешать сами или например даже выполнить подобного рода задания но взять не национальное блюдо а например костюм или может быть вы захотите музыкальный инструмент изучить очень интересно и помогает коммуникация лишь потому что дети узнают друг о друге а сейчас все больше и больше проявляется что в классах есть дети различной национальности и все больше и больше дети как раз таки привлекаются из различных регионов российской федерации но например даже на территории нашей республики башкортостан порой классы были с такими много многогранными народностями что прям диву даешься как они же до сюда доехали оказывается у них тут бабушки и дедушки живут и вот теперь они вместе с нами учатся и следующее также задание для вашего внимания посмотрите это опять же дается задание индивидуальной леопарной работы когда вы можете предложить ребенку расшифровать слово кашне да ребенок начинает анализировать он начинает думать он решает понятие такое как универсальное учебное действие анализа и вы обратили наверное внимание что посредством рисунков вот этих да которые идут как раздаточный материал ребенок может понять а пусть вот этот застенчивый ваш ученик да либо например воспитанник детского сада попробует проанализировать вот у вас получится проанализировать попробуйте или например составить большое количество слов где в центре дается какое-то понятие от него разветвляется другие понятия или наоборот то есть когда создается проблемная ситуация а именно технологии проблемного обучения будет чуть дальше речь на слайдах конечно же дети начинает а все больше и больше соображать то есть их мыслительные операции не ограничиваются только репродуктивным методом обучения следующий также для вашего внимания представляется материал здесь можно взять взять любой текст можно его зашифровать и символами такими как например цифры или какие-то допустим на клавиатуре есть там смайлики и как раз таки эти раздаточные материалы помогают весело узнать друг друга дети начинают взаимодействовать безусловно может быть момент такого характера что ребенок например не согласен со своим одноклассником да он начинает бурно обсуждать доказывать а вы как взрослый педагог да в первую очередь даете им на путьстве возможно он не прав нужно выслушать здесь дается загадка тут дается просто текст который является зашумленным своей практике часто использую зашумленные тексты дабы это очень познавательно не только в том смысле что ребенок начинает понимать такой деформированный текст а как раз таки позволяет раскрыть его раскрепостить сначала трудно а потом становится легко да сложно потому что непривычно ведь все что происходит непривычно даже например держать зубную щетку не рабочей рукой и чистить зубы это тоже непривычно а вот вы попробуйте это также дается упражнение по работе как раз таки левого и правого полушария мозга но здесь интересно том что ребенок видит не только картинку но и должен выполнить действие и подытоживая сегодняшний как раз таки выступление хотелось бы более конкретно остановиться в ракурсе уже образовательных технологий конечно мы с вами знаем терминологию инновации до инновация это значит нововведение да какое-то и мы понимаем с вами что хотя традиционная система обучения она существует уже большое количество лет и наряду с традиционной системы обучения есть и развивающая система обучения например занковская да как всем известна система или иконина давыдова и так далее но это одни из самых громких до таких развивающих систем понятия само по себе инновационной образовательной технологии конечно она заключается в том что создаются условия которые максимально максимально развивает как раз таки ребенка но инновационные образовательные технологии они существуют большом количестве и вот на следующем слайде будет представлен целый перечень этих инновационных образовательных технологий одна из них это педагогика сотрудничество вот педагогика сотрудничество является как раз таки гуманистической направленностью потому что обучающийся и педагог в первую очередь становится на равных мы сна мы знаем прекрасно что авторитетный учитель наставник либо как еще можно сказать старший товарищ методист но самое главное он в первую очередь демонстрирует как раз таки не свои знания для того чтобы подавить до своего как раз их коллегу либо ученика в первую очередь а для того чтобы ему помочь то есть педагогика сотрудничество она очень связана с понятием гуманистической технологии гуманистическая гуманистическая технология шалва монашвили которая осваивается как раз таки многими очень легко и доступно потому что чаще всего дети чувствуют доброту до взрослого часто они испытывают негатив на себе если например опоздали и вот в ситуации который описывал шалма шалва монашвили в одной из книг как раз таки когда ребенок несколько раз опаздывает он каждый раз ему говорит заходи я тебя очень ждал так стало тепло на душе что ты пришел и каждый раз слышу эту фразу конечно же с после второго раза ребенок уже не задумывается что можно пропустить урок либо и вообще опоздать на урок потому что его учитель ждет потому что этот учитель хочет его видеть на занятии и вот здесь пример того что шалва монашвили комментирует что безусловно вот это вот внутренняя любовь и уважение к личности проявление субъект субъектных отношений помогает трудности в обучении ликвидировать ведь даже на вот как вот говорят же да что приятно да любое такое слово конечно же теплое слово такого рода как что-то учитель прокомментировал что его стал что заходи конечно же можно а порой учителя либо например даже воспитатели критикуют опоздание да я понимаю что в ровно 900 например по режимному моменту начинается занятие в садике допустим а в школе например там 8 утра начинаются уроки но часто ведь ребенок не виноват том что опоздал часто виноваты взрослые лишь потому что они например не уследили за временем или например там а заранее не предусмотрели погодные условия или еще какие-то причины а ребенок тут не виноват очень редко бывает чтобы ребенок был причины своего же опоздания он опаздывает например по тем или иным ситуациям другое дело когда например родитель оставил ребенка пораньше школе чаще часто бывает садик это их уж встречает прям буквально с порога а в школе например он там задержался на первом этаже пока разговаривал с кем-то из своих друзей потом пока переобулся пока он поднялся пока он отвлекся например на какие-то еще элементы он опоздал здесь другой момент но все же большинстве случаев конечно же а бывает такого рода элементы и здесь вот приводится для вашего внимания большое количество образовательных технологий которые вы наверняка знаете возможно даже используете но все-таки есть технологии которые нам уже давным давно известны и даже на слуху например знаковая модель учебного материала пошаталово где используются как раз таки схемы либо например есть также система такие преподавания литературы как предметы формирующего человека или например посмотрите также есть групповые технологии где можно согласно например технологии обучения проявить как раз таки групповую форму не знаю насколько слышали ли вы нет но есть такой вид обучение как сингапурский и вот там как раз таки групповая технология обучение реализуется она чем-то очень похоже на такой так скажем проектную деятельность по группам но как раз таки сингапурском методе обучения есть момент того что дети разделяются по группам и у каждой группы есть определенные задания но и также есть определенная определенный маршрут действия с этими заданиями если будет интересно вы можете посмотреть в интернет пространствах потому что на самом деле забавно изучать материал когда он преподносится совсем иначе конечно кто-то из вас вспомнит и например там всем известный трис но эта технология тоже да когда нужно решить креативные так скажем приемы возникает нужно их использовать для того чтобы опять же достичь определенной цели это если мы с вами анализируем сегодняшнюю тематику то хотелось бы конечно подытожить тем что каким образом у ребенка формируется как раз такие трудности в обучении в первую очередь трудности в обучении возникают из-за как раз таки мотивации то есть насколько у него мотивация развита внешне или внутренне в том числе из-за коммуникации коммуникативная сфера также страдает у детей если возникает тревожность если возникает понятие гиперактивности либо медлительности наоборот конечно не забываем с вами и о понятии универсальных учебных действий которое необходимо развивать и осваивать ребенку в этом возрасте но все же как бы мы не говорили о том что существует терминология согласно в гос дошкольного образования либо начального общее образование наверняка многие из вас согласятся что если у ребенка развивается внимание а концентрация внимания у детей различное может быть и мы с вами помним что внимание концентрируется у ребенка чаще всего около 10 минут так как для ребенка очень трудно сконцентрировать свое внимание и если вы заметили также развитие образного мышления помогает преодолеть эти трудности развитие памяти память конечно же опять же по видам своих разделяется ну например есть слуховая ребенок на слух очень хорошо понимает или зрительное то тогда воспользуйтесь этой особенностью значит ему материалы нужны больше какие наглядные если мы говорим про развитие межполушарного взаимодействия левого и правого сейчас очень много заданий такие которые носят название нейроупражнение да и есть нейроскакалки которые там нужно умело прыгнуть через эту скакалку на одной ноге и и прокручивая да возможно видели у своих деток или например есть такие же нейроупражнение когда одной рукой мы выполняем определенные действия а второй рукой мы выполняем противоположное действие или элементарно даже пример того что вы работаете не рабочей рукой то есть вы выполняете действие не рабочей рукой это тоже развитие опять же межполушарного взаимодействия устранение барьеров вот с чего мы начали с к тому мы приходим к тому мы и завершаем что да конечно же устраняя барьеры первую очередь такого рода как трудности в обучении а ребенок сейчас испытывает большое количество трудностей связи с тем что уважаемые взрослые родители до законные представители не уделяют должного внимания своему ребенку чаще всего ребенок развивается сам по себе и конечно же барьер того как коммуницировать либо как например предложить свою дружбу помощь может быть даже объяснить или стеснение преодолевает его а может быть наоборот он постоянно говорит и говорит и говорит что вот прям вот так и хочется ему сказать хватит но устранение барьеров это также является основой потому что ребенок для его комфортного ощущения развития должен чувствовать себя первую очередь нужно нужно своим родителям законным представителем а мы как педагоги создаем условия для того чтобы траектория развития ребенка было комфортно и хотелось бы завершить следующей фразой из книги и великая дидактика я нам оскаменского здесь фраза приведена такого рода ибо как плодоносное дерево таким образом и человек хотя сам по себе развивается до человеческого образа но возвысится на степи степень разумного мудрого нравственного и благочестивого существа он может не иначе как получив прививку зародыши или семян мудрости нравственности и благочестия теперь следует изложить что эти прививки должны иметь место пока деревья еще совершенно молоды вы наверное поняли прекрасно что данный отрывок из великой дидактики звучит следующим образом что пока детки еще юные совершенно как молодые деревца нужно их развивать и эту прививку делаем мы мы уважаемые взрослые в лице родителя либо педагога дошкольного или начального общего образования в том числе как и дальнейшие ступени я благодарю вас за внимание если у вас есть вопрос пожалуйста задавайте их есть ли у вас вопросы уважаемые коллеги так если не ошибаюсь один из вопросов есть так и в чате есть вопрос пишет а софия адонина а что касается оплаты еще раз какой оплаты не совсем поняла это по поводу сертификатов это вам технический эксперт подскажут сейчас вопрос вижу в личке и также здесь в чате сейчас секундочку так так если доверили тебе ребенка на воспитание то верни его крылатом шалва монашвили ага спасибо также есть вопрос от митрия базы базы левича вопрос такого рода гульдар фанисон скажите пожалуйста какие методы оценки эффективности инновационных технологий используется для отслеживания прогресса детей с овз образовательной среде спасибо за вопрос очень хороший актуальный вопрос дабы мы понимаем с вами что детки своего за ним также такой вот так скажем прогрессии все больше и больше появляются лишь потому что на самом деле природные факторы и какие другие так скажем факторы влияют на как раз такие здоровье ребенка внутриутробно да и естественно дети рождаются такими или же например приобретенные овз допустим например потеря зрения потеря слуха также и опорно-двигательного аппарата она влияет на развитие ребенка но все же вопрос следующем какие методы оценки методы оценки эффективности по инновационным технологиям хотелось прокомментировать первую очередь так так как это дети с овз вам необходимо понимать что у них есть адаптированная программа и конечно же согласно этой адаптированной программе срок обучения также увеличивается он не соотносится в точь-в-точь согласно например программе начального общеобразования либо дошкольного образования почему лишь потому что ребенок имеет особенности в своем развитии да у него особые возможности здоровья а если мы говорим уже как оценить это первую очередь необходимо применить кроме психологических методик то есть когда вы наблюдаете когда вы понимаете это пмпк то есть когда мы с вами понимаем что ребенок например с увз и он стал он есть детском саду он например там или в школе до в каком-то из классов родители допустим дал согласие на проведение пмпк а пмпк это психолога медико-педагогический консилиум и вот как раз таки большое количество вы знаете работников узких специалистов включается это и психолог и педиатр и логопед и в том числе дефектолог социальный педагог если необходим и так далее они все рассматривают ребенка то есть оценивают его здоровье оценивают его образовательные способности насколько он может и безусловно выносит то или иное заключение конечно родители не все согласны с этим заключением но однако бывает разумные родители когда они понимают что лучше ребенок получит сейчас вот как раз таки реальной объективную оценку и будет развиваться согласно индивидуально образовать маршруту нежели закрыть глаза на ситуацию и ребенка отпустить так скажем по течению и вот когда уже повторная пмпк проводится а пмпк проводится несколько раз либо например по желанию и инициация родителя в первую очередь либо например учителя или воспитателя и также по периодам то есть например прошло около шести месяцев необходимо пройти по графику как раз таки пмпк опять же все зависит от особенности то есть от особенностей ребенка его нозологии и здесь важно понимать что когда вы уже оцениваете будучи непосредственно ребенка совоза то в первую очередь вы должны осознавать что согласно его нозологии нужно подбирать те или иные методики здесь уже не сработают обычные тесты допустим которые мы выявляем допустим вид памяти либо концентрация внимание либо мышление предложенные психологами например как немовым и так далее здесь необходимо уже чисто дефектологического характера применить как раз таки методики а по поводу методов в первую очередь конечно же через пмпк дается заключение ну и безусловно когда вы наблюдаете что у него идет развитие но например условно говорю ребенок допустим первую очередь с вами не мог на при контактировать и вы видите что вы нашли с ним общий язык он начал с вами контактировать например улыбается пусть это будет не такая улыбка привычная как от нормы типичного ребенка может быть он даже гуляет там что-то там стонет и так далее дабы была у меня возможность работать и с детьми и увз и я знаю как они могут проявлять свою радость да это не такая радость которая мы привыкли видеть это ребенка там восторженными глазами руками криками там ура там и так далее она другая иная и конечно же вы уже замечаете что да ребенок с вами уже коммуницирует либо например обратите внимание на то как он начал выполнять повседневные задачи но элементарно убрать допустим со стола там естественно мы понимаем что согласно адаптированной программе просто опять же из опыта ресурсного класса у ребенка аутиза девочка и вот ей нравится все что связано с парикмахерскими услугами и студент практика нашел к ней подход таким образом через вот эти элементы она специально принесла из дома расческу будто бы игрушечную будто бы там есть специально там тени и так далее через эти предметы она начала ее обучать давай мы с тобой посчитаем и вот элементарно они считали чтобы вот через вот этот предмет как раз который относится к макияжу там например там тем же самым понятием парикмахерских услуг девочка начала изучать а до этого она наотрез отказывался вообще считать читать ей было неинтересно то есть она умела но у нее так как был аутизм естественно она проявляла агрессивно это ей не хотелось ничего делать а вот через такое любимое дело получилось и вот тогда вы видите продвижение в своей деятельности также я вижу что больше вопросов нет если есть еще вопросы какие результаты успеха достигнут с помощью сингапурского метода обучения как они измеряются спасибо за вопрос данный вопрос относится такого характера когда в ракурсе опять же преподавания тех или иных дисциплин сама как преподаватель пыталась вести метод сингапурского обучения обратила внимание на то что не у каждого учителя это откликается так скажем положительно во первых потому что сейчас политическая ситуация которая настороженно смотрит на то что есть понятие сингапурского метода обучения многие из них комментировали так что существует нам всем известный трис или например метод проблемного обучения до технологии проблемного обучения зачем нам еще какие-то там заморские штучки но самое важное что результаты они достигаются по как раз таки реализации больше группового коллективного взаимодействия здесь каждый из них так как они разделяются на подгруппы и получается за столом рассаживаются там от 4 до 6 учеников и необходимо самое важное подать как раз таки условные так скажем обозначение ну например вай фай есть у них такой элемент вай фай то есть нужно обратить внимание и потому что сейчас учитель даст какую-то интересную информацию нужно вот сесть условно говоря поднять глаза и так далее или например когда они говорят между собой на отвлеченные темы то учитель будет их ключевое слово ну например тема когда слышно что они на отвлеченные темы разговаривают то учитель просто говорит подходит к партии говорит ну допустим тема и дети начинают уже сосредоточенно говорить о своей тематике здесь дается свобода выбора здесь дается понятие группового групповой как раз таки до работы но индивидуально вот в чем нюанс когда я уже анализировала и видела как у меня студенты работают как пытаются работать обучающиеся вот в индивидуальной работе немножечко происходит такой так скажем не совсем глубокий результат потому что мы видим группу и каждой группе пока мы перемещаемся мы уже концентрировано каждого как вот положено согласно дифференциации да мы не замечаем потому что они работают по своим задачам по своим элементам взаимодействия и мы теряем личность то есть она больше на коммуникации она больше на групповую формат работы так я вижу что сертификаты пишут дальше о сертификатах да не находит меня плиту а прошу прощения если у вас вопросы по поводу сертификатов ахо здесь в основу за вы пишете о том что заложены идеи льва-семенович выгодского и давыдова здесь заложены идеи льва-семенович выгодского только то что есть понятие зона актуальная зона ближайшего развития а у льконина давыдова и как раз таки так как они являлись ученик с учеником обратите внимание что у них заложено понятие метода изучения от общего к частному и от частного к общему а в целом сама по себе процедура она больше как раз таки напоминает тризовскую работу то есть работу по проблемной ситуации когда нужно выполнить ее в группах так конечно она требует высокой квалификации поэтому многие наверное и в образовательных организаций откликнулись с негодованием зачем нам это надо то есть мы пытались это показать мы пытались это продемонстрировать но многие из них начали задумываться что это слишком сложно что это отнимает время от целом урока хотя там также урок демонстрировался пост тематике заложенная календарно-тематическом планировании но вот свои нюансы были то есть свои не свои нюансы существуют а в целом да на территории российской федерации есть большое количество школ которые реализуют эту методику но вот с нашим опытом пока не получилось мы единственное единственное студенты знают что такое существует и то есть вот кому интересно в индивидуальных так скажем позициях они да они приняли и иногда применяют на уроках спасибо вам за интересный вопрос и всегда важно обратную связь получить поэтому еще раз отдельное спасибо каждому если больше вопросов нет я благодарю еще раз вас за внимание надеюсь было полезно и интересно если уже по поводу сертификатов вам расскажут наши уважаемые организаторы технические специалисты которые намного лучше это знают тогда мы с вами решаем что сейчас вебинар завершился я с вами прощаюсь всего доброго до свидания